Спасибо за представление, только я литов. Все ошибаются, поэтому ничего страшного. Сегодня я хотел бы рассказать вам о разнообразии вирусов. Для тех, у кого есть вопросы, вот это все, что на первом слайде, это все, вообще говоря, вирусы. То есть нам привыкли на каких-то картинках в учебниках и прочем рисовать что-нибудь либо такое икосоидрическое или круглое, или вот бактериофаг все любят рисовать. Но на самом деле вирусы бывают очень разные, и поэтому об этом мы сейчас и поговорим. Тем не менее, прежде чем начать разговор о вирусах, надо напомнить пару вещей о строении обычных проэлкариотических организмов, которыми мы все, в общем-то, и являемся, ну, элкариотическими, естественно. И, собственно, мы не будем останавливаться прям суперподробно. Главное помнить несколько идей, что в первую очередь, что прокариоты, то бишь бактерии, архибактерии, что элкариоты, они состоят в первую очередь из клеток, и генетическая информация в них хранится в форме ДНК двуцепочной. И это будет важно в дальнейшем, поскольку, в общем-то, у вирусов это, в общем-то, не всегда так, а вот по поводу клеточного строения это совсем не так. Ну и совсем так кратенько о центральной догме молекулярной биологии, поскольку это, в общем, важно понимать, как информация, вообще говоря, переносится в живых организмах. То есть вот мы все говорим о том, что ДНК, ДНК, она хранит генетическую информацию, и, собственно, для нас в то же самое время еще и важно, как эта информация передается. То есть вот ДНК хранит, но, соответственно, помимо хранения, ДНК может, естественно, копироваться. Ну, понятно, иначе бы размножения никакого не было. Кроме того, данная информация может передаваться в РНК, и, соответственно, путем рибосом уже передаваться в белки. Ну, это простейший самый случай, который, в общем, мы учим там в школе, всегда видим на всех картинках и так далее. Однако есть еще некоторые, так сказать, механизмы, по которым информация может передаваться. В клетках эукариот и прокариот они довольно редкие, но когда мы говорим о вирусах, тут бывает все, что угодно. И, соответственно, это синтез РНК на матрице РНК, и это в том числе синтез ДНК на матрице РНК. Вот из белка сделать РНК вроде как никто не додумался. Ну и теперь, собственно, перейдем, наконец-то, к вирусам уже. У вирусов, вообще говоря, если начать читать учебники, то там можно много каких придумать определений, но, в общем, я вот выбрал два. Один – это такой, ну, так сказать, это не определение из какого-то конкретного учебника биологии школьного, но это определение такое суммированное, что ли. И, соответственно, в нем заложены основные идеи того, что мы все привыкли считать вирусы. Соответственно, вирусы не имеют клеточного строения и являются внутриклеточными паразитами, а вне клетки не проявляют вообще никаких свойств живого. И это вот такое общее определение, которое все обычно слышат. Соответственно, второе определение – это уже более такое продвинутое. Его дал, соответственно, Евгений Кунин, замечательный, собственно, человек, который занимается наукой и в том числе и популяризацией, и очень интересные книжки пишет. И вот его определение более сложное, но в то же время более полное. И согласно этому определению, вирусы – это облигатные внутриклеточные паразиты или симбионты, что важно. Обладающие собственными геномами, кодирующие информацию, необходимую для вирусной репродукции, то бишь имеют некую степень автономности, но при этом не кодирующие всю систему к трансляции мембранного аппарата. И вот в этой фразе, на самом деле, не кодирующими всю систему трансляции мембранного аппарата заложено еще и то, что они не имеют клеточного строения. Потому что если они не кодируют мембраны сами и ферменты для их изготовления, скажем так, то они и строения клеточного не имеют, потому что клетка откружена, собственно, мембраной. И, собственно, как же они устроены тогда, если они не клеточные такие? Ну, при первом приближении, в самом простейшем случае, вирусы устроены, ну, прям совсем просто. То есть это вот какая-то нуклеиновая кислота, которая покрыта банально белком оболочки. Ну, в простейших случаях, это вот два самых простейших случая. Это, соответственно, ВТМ и, ну, что-то в духе ВТМ, ой, что-то в духе вируса растений какого-то простенького. Соответственно, это вот один белок оболочки, который просто покрывает РНК. Может, либо спирально, либо в форме такого вот косаэдра. Собственно, и то, и другое довольно часто рисуют там где-то в учебниках, в книжках и так далее. Вот это, собственно, та же самая идея, но несколько такая более усложненная. Соответственно, это вот многослойные белковые оболочки. Соответственно, здесь их три. Вот первая, вторая и третья. И, соответственно, бактериофаг. В данном случае это, по-моему, течетный, который, соответственно, состоит… Ну, он, так сказать, объединяет в себе и симметрию, и косаэдрическую. И вот можно найти некие спиральные элементы. Но помимо вот таких, соответственно, вирусов, которые состоят из, собственно, нуклеиновой кислоты и белков, есть вирусы, которые еще и имеют мембраны. Но, соответственно, так как вирусы не кодируют свои собственные мембраны, то это, естественно, мембраны клетки хозяина. Но при этом, что важно, хотя мембрана сама идет от клетки, но она модифицируется белками самого вируса. Ну, иначе как бы что бы он ее брал, ему бы так было бы неплохо. И, соответственно, ну вот здесь вот такие более-менее схемки. Но, в общем, видно, что модификация может происходить, вообще говоря, разными белками, не всегда одним. И они все служат какой-то собственной вирусной функции, которую мы, кстати, разбирать особо не будем. Ну, и кроме вот таких вот красивеньких, округленьких, и косоэдрических, и паучковидных вирусов, есть еще вирусы сложной формы. Вот какие-то вот… Вот это, собственно, вирус в виде ампулы, и, собственно, этот род так и называется род-ампулавирус. Вот это вот тоже какая-то такая очень странная конструкция, но тоже вирус, в общем-то. И теперь о размерах всего этого добра. Соответственно, ну, все как бы на бытовом каком-то уровне осознают, что вирусы, они маленькие. Но не все осознают, насколько они маленькие. Соответственно, вирусы, ну, такие стандартные вирусы, если мы не берем какие-то экстремальные случаи, которые есть, но их мало все-таки пока, то стандартный размер вируса – это десятки, ну, около сотни нанометров, иногда там полторы-две. И это получается, что вот если стандартный размер животных, который воспринимает человек, это метры, ну, то есть там вот человек там около двух, да, там собака там в холке около метра, вот синий кит, он 30 метров, но это все равно метры, то получается, что разница между теми размерами, которыми мы живем, и теми размерами, ну, которыми надо оперировать для вирусов, это порядка 10 седьмой разница. А вообще говоря, 10 седьмой метров, ну, вот в этом же примерно диапазоне находится диаметр Земли. То есть получается, что вирусы настолько же меньше нас, как мы меньше Земли целиком, планеты. То есть, в общем, это на самом деле довольно мало. И вот еще так, в добавку, так сказать, к размерам вирусов, это такая, ну, частая, что ли, ошибка, вот когда смотришь какое-нибудь кино или еще где-то там, значит, такие люди в халатах, которые, значит, смотрят в такой микроскоп, глазами смотрят, то есть световой микроскоп. Иногда он прямо реально световой, то есть подложку видно, все как положено. И видят какой-нибудь вирус там или ДНК этого вообще как бы совсем. И идея в том, что на самом деле вот световой микроскоп, который обычный, который мы все видим, там у кого-то даже в школе они бывают, ну, не всегда, можно разглядеть максимум, размер 0,2 микрометра. То есть на самом деле в световой микроскоп можно увидеть разве что очень крупные вирусы. Мы о них поговорим в дальнейшем, но это на самом деле супер исключение, и найти такой вирус, это надо, ну, очень постараться. А вот стандартные вирусы, которые, собственно, все мы, так сказать, болеем, это все-таки размеры более мелкие, и ни в какой световой микроскоп их не видно. А, ну, да и то, кстати, вот даже если самые крупные вирусы взять, то на самом деле в световой микроскоп, ну, максимум, может быть, форму можно увидеть, какие-то такие округлости непонятные, но никаких деталей видно не будет. То есть просто вот что-то увидишь, ну, что, в общем-то там особо не разберешь. Ну, и для, собственно, исследований вирусов применяют различного рода, в общем, электронные микроскопы, которые вот такие вот большие бандуры, и вообще говоря, изображение там выводится уже на компьютер. Вот. И они, соответственно, уже позволяют достигать того разрешения, которое позволяет видеть вирусы, изучать какую-то их тонкую структуру и так далее. Вот. Еще одна такая вещь, которая интересна, ну, может быть, не всем и не всегда, но она интересна как факт. Это систематика, то есть куда вообще вирусы относят. Ну, опять же, если мы говорим про такие стандартные вот школьные времена, то нас обычно как учат, что там есть три царства, ну, иногда там расширяют, там 4, 5, 6, и это, соответственно, грибы, растения и животные. Ну, иногда вот добавляют бактерий простейших, иногда может быть еще кого-то, вот, соответственно, иногда туда еще и добавляют вирусов. Ну, значит, вот царства вирусы на самом деле нет, поскольку у вирусологов есть специальная такая большая конференция, куда съезжаются ведущие специалисты, собственно, по систематике вирусов, и она устанавливает, собственно, эту систематику. И такой единицы, как царство, у вирусов нет в принципе. Ну, нет ее. И это вот, ну, как бы одна причина, да, почему царство вирусы называть неправильно, потому что просто такой единицы нет. А вторая причина, почему это неправильно, это потому, что на самом деле вот то, что мы как бы вот где-то в школе нам называют как царство, и то, что мы где-то в голове воспринимаем как царство, это на самом деле гораздо ниже, чем то, насколько вирусы отличаются. Ну, то есть в систематику-то объединяют группы по родству, ну, или стараются во всяком случае, то вот вирусы, они настолько неродственны всему остальному, что царство для них как бы низковато. И тут вот, собственно, сейчас будет более-менее картинки. Ну, вот это вот, собственно, это то, как выглядит примерно современная систематика. То есть статей много на эту тему, и как бы наука, она на месте не стоит, и каждый год движется вперед. Поэтому я вот просто нашел, на самом деле, самую красочную картинку, самую наглядную. Это вот, соответственно, 2012 год. И в чем здесь идея? В том, что вот то, что мы классически привыкли воспринимать как, ну, вот что такое животное, да, это какие-то многоклеточные организмы, позвоночные, беспозвоночные и так далее, то на самом деле вот на этой вот картинке вот все то, что мы привыкли называть животными, это все вот эта вот группа маленькая. А, соответственно, у какой-нибудь вот этой большой группы, да, есть апистаконта, свое название. Это как бы выше, чем то, что мы привыкли считать царством. То же самое у грибов. Ну, у грибов не совсем так, потому что грибы, на самом деле, привычные нам грибы, это сборная группа тоже. И там, ну, точнее, нет, привычные нам грибы как раз вот здесь. А то, что раньше в науке относили как грибы, это сборная группа. И они вот там часть попали в амебы, часть еще куда-то. Я не очень большой специалист по систематике многоклеточных, поэтому я не буду распространяться. Ну, и вот как пример, что вот, опять же, те зеленые растения, которые мы привыкли считать, это тоже, в общем, тут некая небольшая часть. Поэтому царство – это как бы низко. Но на самом деле эта картинка все еще не отражает того, насколько это низко для вирусов. Потому что реально вот это все – это эукариоты, то есть организмы ядерные. А у нас еще есть бактерии, которые, вообще говоря, тоже недавно разделили на бактерии и археи. И вообще говоря, получается, что вот так как вирусы не имеют клеточного строения, то они, получается, вот еще и над всем этим. То есть они еще как-то дальше от всего этого. И вот эти вот штуки – эукариоты, археи и бактерии – сейчас называют доменами. Соответственно, вот трехдоменная система, потому что три домена. И вот, соответственно, в частности, в книжке Кунина можно услышать предложение разделить вот жизнь всю. Здесь, опять же, живые в кавычках, потому что не все люди считают вирусы живыми. И на это есть достаточное основание. Но если мы возьмем так вот в кавычках «живые», то можно разделить на, собственно, клеточные организмы, то есть те, которые все-таки состоят из клеток, так или иначе, и вирусы, или неклеточные. И это будет вот как бы сильно над царством, на самом деле. Вот. Ну и нельзя как бы рассказывать о вирусах, не упомянув нуклеиновые кислоты. Я, конечно, старался тут все сделать как можно проще, но, к сожалению, вирусы, как бы они, с одной стороны, устроены просто, с другой стороны, чтобы вот начать эту простоту изучать, надо много инфы. Поэтому вот приходится тут про ДНК и РНК чуть-чуть рассказывать. Соответственно, опять же, как мы привыкли, да, что ДНК такая вот двуцепочная, красивая и хранит генетическую информацию. А РНК, ну, это такое вот, что ли, рабочая лошадка такая. То есть она и занимается такими полуферментативными функциями, то есть проводит какие-то реакции, катализирует, и занимается транспортом, и переносит информацию. Ну, вот еще там менее известные защитные функции, еще некоторые. Но так, опять же, в основном, ну, это все ядерные организмы. А у вирусов, геномов, вообще говоря, может быть, ну, вот все, что могли изобрести вирусы, все здесь и есть. То есть, соответственно, помимо нашей с вами классической двуцепочной РНК, которая вот у всех нас есть, есть еще и ДНК одноцепочная, есть еще и двуцепочная РНК. Опять же, мы все слышим, что ДНК двуцепочная, но РНК на самом деле тоже может быть двуцепочная. И вирусы, как бы, вполне себе этим пользуются. И может быть еще и одноцепочная РНК положительной и отрицательной полярности. Об этом чуть дальше. И, соответственно, может быть еще двуцепочная и ДНК, и одноцепочная РНК, так называемые ретро- и параретро-вирусы. Ну, тоже чуть-чуть подробнее, чуть-чуть позже, буквально один слайд. Соответственно, вот по поводу полярности РНК, это, в общем, не значит, что там типа положительно заряженная РНК заряжена положительно, а отрицательная заряжена и отрицательно. Это как бы не так. Они все заряжены, как кислоты. Но, тем не менее, что это значит? Вот если мы возьмем двуцепочную РНК, ну, или двуцепочную ДНК, просто здесь и РНК-овый вирус, поэтому и РНК, то, ну, вот как бы нетрудно догадаться, что принцип комплементарности, он вообще говоря не говорит о том, что в вот этих двух цепях записано одно и то же. Там информация комплементарна, но не одинаковая. И поэтому получается, что на самом деле белок в вирусах, собственно, действующая, так сказать, какая-то либо ферментативная функция, либо капсид, либо еще что-то полезное для вируса, закодировано только в одной из цепей. И, соответственно, вот когда двуцепочная РНК, ну, там все понятно. Та, в которой закодирован белок, то и читаем. Все просто. А вот когда цепь одна, тут все сложнее. Геномом может быть либо та цепь, которая уже непосредственно кодирует белок, то есть куда может сесть рибосома и прочитать, собственно, белок. Либо может быть одноцепочный минус РНК, которая вот минус РНК, она потому минус, что белка сама по себе, она как бы его кодирует, но она как бы кодирует его как-то не очень правильно. И чтобы получить ту РНК, с которой рибосома сможет прочитать, надо как бы сделать с нее комплементарную вот эту копию, то бишь плюс РНК. И, соответственно, уже с плюс РНК пойдет, соответственно, там рибосома и белок. Соответственно, вот все отличие в плюс и минус РНК, оно в том, что типа с плюс РНК возможно сразу чтение белка на рибосомах, а в минус РНК нет. На самом деле это как бы сейчас все прозвучало как-то очень странно и непонятно, зачем я это вообще рассказывал. Ну, типа там какая мне разница, да. Но для вирусов это имеет принципиальное значение, потому что, ну, самый простой пример, если ты, так сказать, являешься минус РНК вирусом, то тебе надо в вирионе, то бишь с собой куда-то там в другой организм, таскать вот эту самую полимеразу. А вот если ты плюс РНК, то тебе не надо. РНК попало и сразу все прочитало, что надо на рибосомах. Вот. И в этом как бы принципиальное различие. Ну, двуцеплочных РНК там все сложено, мы еще поговорим немножко об этом. И, соответственно, ретро и пара ретро вируса. К этим группам двум относятся два таких известных товарища, как, соответственно, вот к ретро вирусам относится ВИЧ, а к пара ретро относится гепатит В, по-моему. И, значит, на самом деле, при чем тут слово ретро? Вот, опять же, когда там говорят про ретро вирусы, обычно там какой-нибудь такой бактериофаг, который вот слушает какую-нибудь старую музыку. Но на самом деле это, значит, только одно, что в цикле жизненном данные, соответственно, организмы, они сменяют как стадию плюс РНК, так и стадию двуцеплочной ДНК. Ну, просто вот стадии разные. Соответственно, у двуцеплочных ДНК пара ретро вирусов вот эта двуцеплочная ДНК находится в капсиде, а у одноцеплочных РНК в капсиде находится, собственно, РНК. Вот. И почему, кстати, это все дело называется ретро? Это потому, что банально вот когда изучали, начинали изучать молекулярную биологию, то сперва не знали вообще, говорю, люди о том, что на матрице РНК может быть построена ДНК. И поэтому вот как бы путь передачи информации был один – от ДНК к РНК. А когда открыли вот этот, собственно, фермент, который РНК строит, строит ДНК на базе РНК, получилось, что это как бы путь обратный, то есть назад, ну, типа ретро-путь. Вот поэтому они и ретро-вирусы, собственно говоря. Вот. Ну и вот помимо всего вот этого разнообразия разных нуклеиновых кислот и прочего, у вирусов есть еще и такая штука, как геном может быть сегментированным или разделенным. И тут, в общем, как бы разница в чем? Геном – это и то, и другое, когда, значит, геном упакован в несколько отдельных молекул. Но ежели геном сегментированный, вот как у вируса гриппа, это, соответственно, типичный пример сегментированного генома. У сегментированного генома действительно несколько, ну, в данном случае, молекул РНК, но все они пакуются в один вирион. Ну, и вот тут вот на схеме данной вот очень хорошо видно, что вот видите, тут их много, но все в одной частице. А если же геном разделенный, то он имеется в виду вот как бы физически разделенный. То есть все молекулы РНК пакуются в разные частицы. И опять же, вот бенивирус – это такой, ну, один из примеров, вообще многие вирусы растений этим характерны. Что вот типа для каждой РНК, каждую РНК мы оденем в свою вот такую вот палочку. И вот это вот еще так, храпом. Вот все строения геномов вирусов. Ну, тут так для перерывчика немножко, так сказать, cool story про то, что, в общем, из этого всего проходит в школе. И почему я вообще, кстати, пошел вирусами заниматься. Ну, биология там то ли с пятого, то ли с шестого начинается, да, там я забыл, возможно, по-разному. Ну, и вот получается, что у нас есть там пять или шесть книг, таких толстых страниц по 300, да, наверное. И, значит, в них вот что проходит, да? Бактерии, грибы, растения, животные, человек. Ну, вот 10-11 – это общая биология. И на самом деле получается, что информации много, но вот про то, про что я вам рассказываю, по крайней мере, в школе практически никто не говорит. Потому что, ну, вот порядка 10 страниц – это, на самом деле, такое, ну, как бы тоже округление, потому что учебники, конечно, разные. Но вот конкретно в том учебнике, по которому учился я, там было страницы три. И вот когда, как бы, я это все дело читал, мне стало просто тупо интересно. Ну, мол, ну, вот что же это за организмы такие, что мы тут все учим по году, а про вирусы, ну, три страницы меньше урока. Как бы обидно. Вот, и в какой-то момент, в общем, когда я поступил на биофак, я, в общем, захотел, так сказать, интерес свой углубить, и вот пошел в вирусологию. Ну, значит, дальше мы пойдем так немножечко прыгать. Тут, в общем, я вас несколько нагрузил такой молекулярной биологией, что ли, которая может быть там кому-то знакома совсем, конечно, кому-то может быть незнакома тоже совсем. Поэтому в дальнейшем так будет разбавлено. То есть будут некие какие-то экологические факты и прочие, и будут они перемешиваться с чистой такой молекулярной биологией. Потому что, как бы, говоря о вирусах, но все-таки они очень маленькие, и вот эти молекулярные взаимодействия, они слишком для них важны. Поэтому рассказывать о них, не упомянув этого, ну, невозможно вообще. Вот, кстати, геном вирусов будет указан всегда вот в такой вот квадратике сверху, если кому-то это интересно. И первое, с чего мы начнем, это гигантские вирусы. То есть это вот то, про что я упоминал, когда мы говорили о размерах вирусах. Я говорил, что, да, там стандартный вирус, это там десятки, ну, там сотня, 150, ну, максимум 200. Но вот буквально недавнее открытие показывает, что, в общем, не все вирусы такие. И вирусы бывают, на самом деле, очень большими. Ну, тупо по размеру. Причем размер самого вериона тут как бы коррелирует с тем, что размер генома тоже будет большой, на самом деле. И получается что? Что вот у нас есть такой вот мимивирус. Мими, он, кстати, не потому, что он такой весь милый, а потому что, в общем-то, он мимикрирует, да, мимикри, под бактерию, потому что большой. На самом деле он мими, потому что он большой, банально. И, значит, вот что у него по размерам, да? То есть у него есть вот этот вот, собственно, верион, и есть вот эти вот фибрилки. На самом деле получается, что верион сам, он 400 нанометров. То есть он уже в два раза больше того, что я вам говорил, нормально для вируса. Но если мы посчитаем длину еще и с фибрилками, которые по 125 нанометров, то это вообще получается 750. А это уже, вообще говоря, больше, чем какая-нибудь самая маленькая бактерия. Даже, может быть, не одна. То есть это очень много. Ну, по меркам вирусов это вообще кошмар. Вот. Ну и, к слову, я вам тут вот показываю очень много таких вот зелено-каких-то непонятных картинок. Ну, на самом деле это, естественно, не то, как вирусы выглядят. Это такие красивые реконструкции, которые созданы вот товарищами из Viral Zone. Это, соответственно, там Шведский институт биоинформатики. Они очень много над этим потрудились. Но вот здесь вот, соответственно, вот такие вот как раз черно-серые пятна, это более-менее реальные то, как эти вирусы видят в электронный микроскоп, например. Соответственно, вот это вот, собственно, сам верион, ну, без фибрил. А вот это вот, это фотография вблизи, это так называемая старфиш-структура, которая нужна для того, чтобы вирус попадал в клетку. Вот здесь вот ее видно, в виде таких коричневых полос. Ну, а вот это вот уже, по-моему, с фибрилами. Да, это с фибрилами. Значит, и геном, как бы, соответственно, тому, что он большой тупо по размерам, он еще и большой по геному. То есть у него геном 1200 тысяч пар. То есть 1,2 миллиона пар оснований и около 900 белков. Ну, тут для сравнения даны цифры для кишечной палочки. Но на самом деле тут надо понимать, что кишечная палочка, мы все привыкли считать, что там, ну, что там кишечная палочка, бактерия какая-то мелкая, непонятная. А на самом деле это вполне себе довольно большая бактерия. Ну, средняя, во всяком случае. А опять же, если мы возьмем самые маленькие бактерии, то это уже будет, возможно, и больше у мимивируса. Ну, и у мимивируса есть, так сказать, коллеги, тоже недавно открытые. Это, соответственно, Пандора вирус и Пита вирус. Вот. А, кстати, все вот эти гигантские вирусы, они поражают амеб на самом деле. То есть там есть, правда, сомнения, может быть, они поражают кого-то еще, но вот вроде как выращивают их на амебах. Значит, соответственно, это еще больший вирус по размеру. Ну, соответственно, там вот тысяча, да, и тысяч сто. Но это уже и световой видно вполне. То есть, возможно, даже что-то более-менее конкретное. И вот конкретно, если мы говорим про Пандора вирус, то он еще больше, собственно, по нуклеотидам и по белкам. При этом 93% его белков вообще непонятно, чем занимаются. Ну, как бы не то, что непонятно, но когда исследуют белки, их пытаются найти какой-нибудь похожий на него, известный уже. И вот поэтому сделать функцию, что вот типа он похож, значит, функция примерно та же. А тут 93% белков – это вообще уникальные для вот этих вирусов белки. И, в общем, вот там 93% от 2,5 тысяч, да, это очень много, в принципе, в этой аудитории каждому больше, чем по белку. И получается, что неисследованных вот этих вот просторов очень много у этих вирусов. Есть к чему стремиться. Что интересно из питовируса в том, что он выделен, ему вообще говорят 30 тысяч лет, он выделен из образца вечной мерзлоты в Сибири. Это, на самом деле, замечательная такая штука, которая показывает то, как в вечной мерзлоте, вообще говоря, микроорганизмы могут сохраняться. Вот. Дальше как бы немножечко молекулярки. То есть сейчас была такая casual про просто вот большие вирусы, и почему они молодцы. А теперь немножечко молекулярки. И, по сути, мы говорим с вами сейчас про двуцепочечные РНК вирусы. И в данном случае это очень важно. Значит, названо все это дело у меня идеальной молекулярной машиной. И сейчас вы увидите, почему это все примерно этим и является. Соответственно, у двуцепочечных РНК вирусов есть одна очень большая проблема. Она состоит в том, что, вообще говоря, в клетке двуцепочечная РНК – это очень редкое состояние. И клетка, как бы, она привыкла вот это вот по наличию этой двуцепочечной РНК, вообще говоря, определять, что что тут не то. И, соответственно, в том числе это может быть и заражение вирусом. Потому что вот двуцепочечные РНК, на самом деле, в жизненном цикле имеют не только, собственно, двуцепочные РНК вирусы, но и плюс РНК, и минус РНК, потому что им там приходится через вот этот промежуточный продукт синтезировать геном. И получается, что клетка на него очень ярко реагирует, она знает, что заражена и начинает всякие реакции на это дело делать. Вирусу, вообще говоря, это не надо. То есть у него там свои интересы, и ему не надо, чтобы клетка как-то на него суперагрессивно реагировала. И, вообще говоря, вот так с точки зрения, ну, такой обывательской, можно было бы предположить как? Что вот, типа, двуцепочечная РНК, на ее базе синтезируется РНК, и, соответственно, на ее базе опять двуцепочечная РНК, и все это идет в вирион. И как-то там заходит в вирион и пакуется. Но если бы это было так, то вирусам было бы совсем неудобно, а мы бы про эти вирусы не говорили. На самом деле так не происходит. А происходит все гораздо сложнее и интереснее. Ну, тут вот как бы картинка очень сложная, конечно, потому что это прямо вот из статьи, прямо вырвано из обзора, на самом деле, собственно, который вы можете вот здесь. Если кто, кому интересно, может почитать. В чем здесь идея? Чтобы избежать вот этой вот агрессивной реакции от клетки, вирусы двуцепочечные РНК, они очень надежно прячут свою РНК. И прячут на нее они таким образом, что на самом деле двуцепочечная РНК у них никогда не оказывается в цитоплазме клетки, не защищенной белком. А как они это делают? Вот у стандартных вирусов, у них капсид, ну это более или менее плюс-минус, служит только для защиты нуклеиновой кислоты от внешней среды. Ну, то есть там температура какая-то там еще фигня, какие-то повреждающие воздействия и прочее. Но у двуцепочечных РНК вирусов капсид – это не просто средство защиты, это еще и вирусная фабрика по производству РНК одновременно. И все это упаковано, собственно, вот в этот супермаленький капсид. Ну вот тут вот до этого у нас были тысячи нанометров, да, а тут вот эти вирусы умудрились целую фабрику запаковать в 80. Соответственно, как это все устроено? У вирусные белки, которые отвечают за синтез, соответственно, это вот то, что тут называется там ВП1, ВП3, они встроены прямо, собственно, в оболочку вириона. И более того, они не просто встроены, там еще и оболочка вириона устроена хитро. То есть вот здесь вот такая более-менее карта, соответственно, в ней есть специальные полости, чтобы входили нуклеотиды, которые нужны для синтеза, в ней есть специальные полости для того, чтобы РНК выходило, которую они насинтезировали. И, соответственно, в ней есть, ну, это примерно тот же канал для РНК, для входа РНК. И, соответственно, как получается, что когда вот этот вирион попадает, собственно, в клетку, и ее заражает, он сразу же, значит, начинает производство вот на таких вот, по сути, в таких вот штуках, начинает производство из двуцепочной РНК, которая сидит внутри, прямо не выходя из этого капсида, она начинает штамповать РНК и ее, соответственно, выпускать в цитоплазму клетки. На матрице этой РНК уже там, как положено, синтезируются белки, там все как положено. Дальше, когда нужные вирусу белки насинтезировались, и ему нужно уже собираться, так сказать, и уходить, то происходит следующее. Вирионы начинают собираться, но собирается, прежде всего, конечно же, капсид. Когда капсид собрался, туда начинают загружать РНК. Но это обычная плюс РНК, которая в клетке вообще навал. И на нее особо никто там внимания не сильно обращает. И получается, что при входе, при входе РНК, достраивается параллельно вторая цепь РНК. И получается, что двуцепочечная РНК, она уже как бы внутри капсида. Ну, а дальше все это покрывается вторым или третьим слоем, который уже служит для защиты. И получается, что на самом деле вот эти вирусы – это такая ходячая фабрика по производству РНК, которая просто вот типа запрыгивает в клетку, там кормится ее нуклеотидами, прочими ресурсами, и выпрыгивает назад. И на самом деле вот что-то в таком духе, наверное, мечтают сделать какие-нибудь биоинформатики, то есть вот такую идеальную молекулярную машину, которая работает как часы. Ну, вроде как, пока не совсем до этого дошли. И мне поэтому очень захотелось, собственно, про эти вирусы вам рассказать. Дальше опять немножечко, так сказать, скорее экологии, что ли, и это вирусы архей. Собственно, когда мы с вами там, вот я чуть-чуть упоминал про систематику, я упоминал про вирусы, про архей, точнее. Что это отдельная группа от бактерий. И на самом деле вот тут интереснее то, что вот эти археи, они обычно живут в каких-то очень экстремальных условиях. И получается, что вирусам, которые, собственно, их заражают, им приходится соответствовать. И вот, видимо, это, ну, может быть, и не это определяет их вот такие вот суперстранные формы, которые, вообще говоря, редко когда можно увидеть у нормальных вирусов. Собственно, опять же, вот это скорее реконструкция, да, реально вот ампула вируса выглядит вот так. А теперь немножечко про условия, да, в которых они живут. И условия эти, мягко говоря, адские. Соответственно, хозяевами для, по крайней мере, вот для ампула вируса являются бактерии рода Ацидианус. Это экстремальные термо- и окцидофилы. То есть они живут при очень высоких температурах и с очень высокой, с очень низким паж, то есть с очень высокой кислотностью. Ну, на самом деле, вот как бы никто просто так бактерию Инфернус не назовет. Если мы посмотрим, то температура жизни этой бактерии от 65 до 96 градусов Цельсия. С оптимумом в 90. То есть оптимум — это кипяток. Плюс еще и PH среды от 5,5 до 1. Ну, так, к слову, это вообще говоря, какая-нибудь серная кислота, растворенная в воде. Ну, не суперконцентрированная, но довольно-таки. То есть на самом деле получается, что вот эти бактерии, они живут в такой типа кипящей серной кислоте. На самом деле это все происходит, естественно, в каких-то термоисточниках. Но самое интересное, что вирус-то надо не просто там как-то заразить это все и как-то там размножить. Тут, ладно, когда он заразил, ну что там, бактерия приученная, ну, значит, и вирусу нормально. Он как бы там защищен более-менее. Но вирус-то надо понять, что вирус-то надо, чтобы заразить следующую архею, ему надо выйти из клетки и в этом вот растворчике поплавать. И, в общем, это не так просто. Но, тем не менее, вирусы умудрились не только просто, ну, где-то что-то плавать. Они еще и приспособлены так некоторые, что они, вообще говоря, только в таких условиях и живут. Соответственно, вот этот вот товарищ Бикаоуда Верида, это тоже тот же самый хозяин, то есть это бактерии рода Ацидианус. Но они замечательны тем, что у них не просто, в общем, Верион выходит и что-то там вот плавает. А у него еще и есть, так сказать, внеклеточная стадия развития, если можно так сказать. То есть Верион исходно, он такой вот, вот обычной такой формы, ну, более-менее округлый. Но когда он попадает в оптимальную температуру, 85 градусов оптимальная температура, у него начинают вырастать вот такие вот нити, которые растут, растут, и, вообще говоря, они нужны, собственно, для заражения бактерий. То есть ежели он считает, что там меньше 85, слишком холодно, никого заражать он не будет. Вот. И тут стоит только, так сказать, вот подивиться тем людям, на самом деле, которые все это изучали. Потому что представьте себе, в лаборатории держать бак с кипящей серной кислотой. Ну, как бы не каждый на это пойдет, наверное, все-таки. Вот. А тут вот люди вывели, на самом деле, чистую культуру этих бактерий, еще и умудрились вирусы найти. Следующее – это, опять же, немножечко молекулярки. И тут вот такое некое молекулярное воровство, которое осуществляет вирус гриппа, который всем нам известен. В общем, ну, как бы, наверное, все тут переболевали хоть раз, но разве что там кто-нибудь, ну, не знаю, очень везучий. Вот. Ну, про геном тут можно там коротенько что-то сказать, но самое интересное у него все-таки не геном, а механизм по тому, как он работает. Дело в том, что тут еще немножечко такой молекулярки клеточной. Значит, на одном из концов клеточных МРНК находится такая структура, как КЭП. Это, в общем, не капитан, который очевидность, а это, собственно, такой просто перевернутый гуанидин. И он нужен, собственно, вот для таких вещей, как для узнавания рибосомами и для того, чтобы клетка как бы считала, что это правильный РНК. Такой, типа, как знак качества. Если вот КЭП есть, все в порядке. Там, конечно, есть исключения, но о них мы не будем. Так вот, большинство вирусов, они как бы делают все, ну, как нормальные люди. Нужен КЭП, ну, значит, мы его сделаем, да, и синтезируют его. Обычно сами. Но тут как бы у гриппа стратегия своя, ну, типа, зачем мне делать, можно своровать. И он так и делает, собственно. У него есть специальные ферменты, соответственно, которые сидят на вирусной РНК. и просто для начала, собственно, репродукции вируса они должны схватить какую-нибудь клеточную РНК, которая там проходит мимо, и у нее просто отрезать вот этот вот КЭП вместе там с одним-другим нуклеотидом. И вот только тогда, когда они это все вот своровали КЭП, ну, естественно, что клеточная РНК после того, как у нее КЭП отрезали, она бесполезна абсолютно. То есть она там разрушается, скорее всего, где-то. А вирус, как бы, он на матрице вот этого там КЭПа плюс-минус пара нуклеотидов начинает синтез и вполне себе синтезировать свои вирусные РНК, ну, и дальше там размножается как положено. Соответственно, вот такой вот интересный случай. Дальше еще немножечко такой экологии скорее. И на самом деле эта экология, ну, она не просто вот из пальца высосана, она еще довольно интересная с точки зрения вируса. Потому что вот арбовирусы, это, соответственно, такая экологическая группа вирусов. Тут это важно, потому что это не систематическая группа. Ну, тут вот, собственно, разные-разные вирусы, да, в нее входят разные семейства, которые порой, ну, вот это асфаривирида, да, это двуцепочечная ДНК, например, а флавия – это плюс РНК. То есть они очень разные. Но что важно, что они все переносятся членистоногими. Ну, не все, опять же, потому что не все представители из этих семейств являются арбовирусами, но многие. И тут что интересно с точки зрения вируса? С точки зрения вируса интересно то, что они не просто переносятся этими там комарами. То есть, типа, комар укусил, вирус там где-то налип, что-то там полежал, комар укусил следующий, он там как-то это, выплыл в кровь. Нет. Чтобы быть арбовирусом, ну, классическим арбовирусом, вирусу надо не просто вот так делать, ему надо уметь размножаться в комаре. А на самом деле вот там от комара для млекопитающего это довольно далеко. И это не так просто организовать. И тем более, что вирусу там нужно пройти несколько разных тканей, как в организме человека, так и в организме членистоногого. И сделать это все непросто. А с точки зрения, ну, собственно, людей, все это интересно тем, что очень много вирусов, людей, которые переносятся вот таким путем, укусами вот этих комаров. И нам как бы, мы-то живем в климате более-менее холодном, у нас практически таких вирусов, которые переносятся комарами, нет. Но вот где-нибудь в тропиках, там эти укусы комаров, это на самом деле очень опасно. И, соответственно, там какой-нибудь вирус Денге уносит где-то там 20 тысяч жизней. В год. У нас как бы все попроще, у нас холодно, поэтому и комары менее активны, наверное. И вирусу не особо круто в таком холоде. Ну, у нас, правда, есть свои товарищи, которые переносятся клещами. Это, соответственно, вот путь передачи клещевого энцефалита, если так кому интересно. И тут как бы с точки зрения клещевого энцефалита интересно то, что он передается на всех стадиях. То есть там типа вот и если взрослые клещи кущат, и если нимфы, и личинки могут, и все они вирус могут вам передать. То есть у вируса это тоже непросто. Там у комарата как бы что там стадии. Ну, там тоже есть разные, но все-таки не все из них переносят. А тут переносят все. Вот. Ну и последнее – это о таких проблемах, чисто молекулярных проблемах вирусов. Идея, в общем, в чем? Вот в начале вот этой второй части я рассказывал о таких очень-очень-очень больших вирусах. То есть это там миллионы пар нуклеотидов, там можно закодировать все что угодно. Там можно целую клетку свободно живущую закодировать, и некоторые так и делают. Но у многих вирусов в то же время есть другая крайность. Это очень маленькие геномы. Ну, вот с обема вирус, да, соответственно, 4 тысячи нуклеотидов по сравнению, да, там с 1 и 2 миллиона. Очень мало. И на самом деле не то, чтобы эти вирусы как бы принципиально были против того, чтобы закодировать что-то еще. Потому что если у тебя есть какой-нибудь дополнительный белок, это означает, что ты обычно что-нибудь можешь делать более тонко, более элегантно и более эффективно. А вот таким вирусам им тяжело, но многие из них находят такие неординарные выходы. Тут, вообще говоря, в чем идея? Идея в том, что когда рибосома читает белок, там нетрудно припомнить, что читает она триплетами. То есть по 3 нуклеотида за раз. Но в таком случае, если она читает триплетами, то, вообще говоря, вот этот текст, который она получает, белковый, будет различаться от того, с какой буквы она начнет. Ну, собственно, вот тут вот такой мини-пример, да, соответственно, если начинает с первой, если начинает со второй, да, если начинает с третьей. И триплет всегда будет разный. Соответственно, вирусы вот это очень активно используют. И у них вот эти вот перекрывания в геноме, то есть у них белки могут там вот по 3 белка перекрываться, иногда даже больше. И все это, тем не менее, очень хорошо работает. То есть там все это подогнано так, чтобы это работало. И это как бы пример эффективного использования. Ну, если мы дальше пойдем, так сказать, смотреть на вирусы, получится, что у плюс РНК в основном геномы маленькие. Но есть такое исключение – это коронавирусы, у которых внезапно раза в три больше, чем у всех остальных. Там, в общем, путем некоторых исследований выяснилось, что, ну, как бы не основной, но одной из причин, почему вирусы, ну, возможно, даже основной, да, вирусы имеют РНК-овый маленький размер, это то, что, соответственно, у них очень неточная репликация. То есть они делают много ошибок. А когда ты делаешь много ошибок, а геном у тебя большой, то очень высокая вероятность, что ты вместо того, чтобы получить то, что надо, получишь какую-нибудь фигню, которая вообще не может размножаться. И коронавирусы, они нашли из этого выход. Соответственно, выход в чем заключается? В том, что у них есть специальный белок. Соответственно, здесь вот он такой синенький, а фиолетовенький – это его кофактор, активатор, который, собственно, имеет корректирующую активность. И тут что интересно? Вот у нас с вами, когда реплицируется ДНК в клетке, у нас тоже есть корректирующая активность. Но это ДНК. И, опять же, какое-то время довольно долгое. Никто не думал, что в РНК может быть вот такая корректирующая активность. И на самом деле получается, что у коронавирусов аппарат репликативный, он очень похож на такой стандартный аппарат репликации ДНК. Только вот для РНК. И там еще есть ферменты, которые праймеры делают. То есть у него прям совсем все очень похоже. И, возможно, ну, невозможно, а именно вот это и позволяет ему быть таким большим. Ну и такой уже, так сказать, ближе к концу мы подходим. Соответственно, вот в начале, когда я давал определение, там был такой факт, что вот в каких-то более-менее школьных учебниках там пишут что-то в духе, что вирус, он всегда паразит. А в более таких полных вариантах обычно еще и упоминаются симбионты. И, соответственно, вот несколько примеров таких симбиотических отношений вирусов и их, так сказать, их хозяев. В общем, в чем идея? В том, что, во-первых, может быть паразитизм условный. То есть понятное дело, что вирус, когда реплицируется в клетке, ну, хорошо он вряд ли сделает, потому что он там отнимает ресурсы и так далее. Но у растений, например, и у некоторых других вариантов есть так называемый условный паразитизм. Он, в общем, здесь нарисован, идея проста. В том, что когда условия одни, вирус работает как типичный паразит. То есть он вредит и вообще нафиг не нужен. Но при каких-то изменившихся условиях, в данном случае это вот засуха, растение, которое не заражено вирусом, может, вообще говоря, показывать перформанс хуже, чем растение зараженное. Ну, то есть в данном случае очень просто. То есть растение, которое не заражено, оно просто погибает от засухи, а растение, которое заражено вирусом, оно вот живет вполне себе. Засуха переживает, а дальше начинается опять там какой-нибудь там период дождей, и все у него хорошо. И вот это условный паразитизм, потому что в сезон дождей, это как бы понятно, что растение, которого вирус заразил, ему хуже. Но есть еще более такие примеры прям симбиоза-симбиоза. Соответственно, вот у бактериофагов, у них с бактериями есть прям такие сообщества, где там, ну не то чтобы они прям сильно помогают, но многие бактериофаги на самом деле несут в себе специальные гены, которые кодируют или какие-то токсины, или какие-то просто полезные белки, которые в каких-то новых условиях могут быть полезные факторы. И получается, что такие бактериофаги, они очень бактерия-специфичны. То есть один бактериофаг вряд ли будет заражать какую-нибудь очень далекую бактерию от своего главного хозяина. И получается, что бактериофаг, он, так сказать, помогает вот этой своей бактерии, которую он заражает, собственно, захватывать новые территории. Там, в принципе, в некоторых статьях даже пишут, что, в общем, без бактериофагов, например, никакой там кишечной микрофлоры бы не было. Ну, я не очень подробно читал, но очень может быть. Есть еще такой вот вирус рода Дензовирус, он заражает тлей. Ну, нам-то, конечно, тли не очень приятны, особенно когда они там наши какие-то садовые культуры едят. Но, тем не менее, вирус для тлей делает очень интересную вещь. У тлей, как бы по умолчанию, вот, по крайней мере, у этих тлей, которых он заражает, крыльев, ну, либо нет, либо они на какой-то определенной стадии. Но в какой-то момент, понятное дело, там, тлей может накопиться слишком много, и, в общем, это не очень удобно. А когда вирус их заражает, он индуцирует у них морфогенез и появление крыльев. И тли начинают расселяться. А тлям, как бы, расселиться, ну, наверное, это неплохо для них. И поэтому это, в общем, вполне себе можно считать симбиозом. Последний пример – это вот то, о чем как раз более-менее много писали, по крайней мере, на каких-то научно-популярных сайтах. Но это, тем не менее, не совсем классический симбиоз, но все же. Соответственно, есть полидоновирусы и вот эти вот замечательные наездники. И там система очень такая интересная. Дело в том, что наездники, они, чтобы размножиться, они, соответственно, откладывают яйца на какие-нибудь гусеницы там или что-нибудь в этом духе. Соответственно, из этих яиц выкупляются личинки, которые этих гусениц едят. Но гусениц, на самом деле, это как бы так, на первый взгляд кажется, что это все довольно пассивно. Типа там на нее отложили личинки, да, там, они ее съели. Но на самом деле у гусениц там есть специальные защитные механизмы, которые могут, вообще говоря, все предотвратить. Ну, если повезет, конечно. Но тут в игру, так сказать, вступает полидоновирус. Дело в том, что вот этому вот наезднику полидоновирус нужен для того, чтобы отключать вот эти вот защитные системы тех особей, на которых он паразитирует. И вроде как и вирус хорошо, он размножается, и, собственно, простите, и наезднику хорошо. Но тут есть один момент, почему это, ну, такой не совсем паразитизм. Дело в том, что это просто, ой, не совсем симбиоз. Дело в том, что это симбиоз, зашедший уже настолько далеко, что часть генов, вообще говоря, полидоновируса, уже кодируется гиптомом, на самом деле, наездника. То есть это уже такой вирус совсем одомашненный и не очень-то свободный. Поэтому это все очень красиво. Но, возможно, уже вирус такой прирученный, не совсем свободный. Поэтому, может быть, это не совсем симбиоз. Ну, я надеюсь, тут было более-менее интересно. Поэтому последнее я завершу тем, вот сколько вирусов вообще, и сколько их еще можно открыть. Соответственно, вот я вам тут много показал разных механизмов, которые бывают у вирусов. И это, на самом деле, там далеко не полный список. Просто большинство из них объяснять как бы долго нудно, и это какая-то такая кондовая молекулярка, которую, возможно, не всем, а, возможно, никому вообще, неинтересно здесь слышать. Но, на самом деле, вот эти все примеры, которые есть, они на очень маленьком количестве вирусов. То есть 4853 вируса вот на 2017 год. Ну, сейчас уже 2018 год, и, собственно, вирусы утверждаются вот этой вот ICTV группой. И они уже собирались в этом году. Просто там репорт я не нашел, что-то за 2018. Ну, вот такой вот, где просто посчитано количество видов общее. И получается, что, ну, понятное дело, опять же, что вирусов несколько больше. То есть вот те вирусы, которые указаны здесь, это, значит, те вирусы, которые абсолютно всеми признаны. То есть комиссия съехала и сказала, да, это вирус, мы верим, вы его открыли, молодцы. Но есть еще какое-то количество вирусов, которые, в общем, ну так, либо какая-то одна группа, либо они недостаточно изучены, либо они просто банально ждут своей очереди, чтобы быть, собственно, зачисленными в этот список. Но, тем не менее, их больше не сильно. То есть это не так, что 4800 вирусов причислены к вирусам, а вот там еще миллион ждут описания. Нет, это вполне счетные цифры. То есть вирусов, на самом деле, очень мало. И сколько, собственно, их может быть? Вот я нашел только одну такую более-менее приличную работу. Ну, на самом деле, просто никто… Там числа настолько большие будут получаться, что все боятся оценивать, я думаю. Ну, или как бы всем и так понятно, что много, поэтому зачем оценивать. Но вот вирусы млекопитающих, они особо интересны, потому что человек, он как бы сам млекопитающий. И поэтому те вирусы, которые вирусы млекопитающих, они потенциально могут заразить и человека. Ну, по такой логике. И, соответственно, вот собралась эта группа, и они посчитали, сколько вообще, собственно, этих вирусов может быть. Ну, и получилось вот 320 тысяч. Там примерно у них вышло что-то в духе по 55 или 57 видов вирусов на каждый вид млекопитающего. Ну, как бы… И они еще вот для интереса посчитали количество средств, которые надо затратить, чтобы все эти вирусы открыть. Ну, 63 миллиарда долларов. На самом деле, как ни странно, это не так много. Я как бы ожидал, что будет сильно больше. У них, на самом деле, я тут еще не попал на слайд. Это вот как бы 63 миллиарда, это по их расчетам, если все-все-все до единого. А если открыть 85%, это еще дешевле. Это там полтора миллиарда. То есть, в общем, это вполне выполнимые условия. Но тут что важно, это количество вирусов млекопитающих. А млекопитающих на планете Земля видов на самом деле тоже немного. Там тоже что-то в духе, там, 5 тысяч, может быть, 6. Я цифру, к сожалению, точно не помню. А мы понимаем, что у нас биоразнообразие значительно выше. И для простоты я вот привел только бактерий. В общем, количество бактерий, ну, по разным оценкам, можно оценить примерно от 0,1 до 1,7 миллиарда видов. Миллиарды. Это невообразимое число. Но при этом вирусов, по-видимому, будет еще больше. Потому что, ну, как бы, как минимум один вирус на одну бактерию. Но, как бы, это такие очень пессимистические для вирусов прогнозы. Скорее всего, на самом деле их будет больше. Если мы учтем, что, как бы, вирус не один, то, в общем, вирусов открывать и не переоткрывать. И, в общем, нам всем есть чем заняться таким образом, вирусологам. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Огромная, очень интересная лекция. Давайте поаплодируем еще раз, если вам понравилось. Публика не врет. Пожалуйста, сейчас время для наших вопросов. Поднимайте руки, у кого они есть. И желательно держите, я к вам подойду с микрофоном. Что же вы так робко, молодой человек? Спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить, у меня такой вопрос. Как изучается эволюция вирусов? Спасибо за вопрос. Это, на самом деле, угаданный прямо точек, потому что я вообще открываюсь эволюцией вирусов. И, на самом деле, я бы, я не знаю, что мог бы тут распинаться несколько, собственно, лекций на этот вопрос. Но, если говорить кратко, то эволюцию вирусов можно изучать, собственно, двумя основными путями. Первый путь – это экспедиция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вопрос такой. Во-первых, правильно ли я понял, что это геномы, которые каждый обладает своей оболочкой? Каждый ли этот геном обладает своей оболочкой, своим вирионом? И для таких вирусов важно ли для их размножения, чтобы все части оказались в клетке? А если этого не происходит, то как же они друг друга находят? Я не знаю, как это по-другому сказать. Да, это на самом деле такой очень интересный вопрос. Ну, я тут открою, если позвольте, вот этот слайд про, собственно, геномы разделенные. Чтобы было, скорее, более наглядно. Ну, разделенные геномы – это по определению, когда каждый отдельный вирусный РНК соответствует отдельный какой-то капсид. Он, кстати, не обязательно, на самом деле, вот такой вот палочковидный. То есть, может быть, и кассеидрический. Но суть в том, что, как вы правильно поняли, каждый РНК соответствует отдельный капсид. Теперь по поводу, собственно, размножения таких вирусов. Ну, там обычно система примерно такая. Есть несколько сегментов, которые абсолютно обязательны. И вот если, ну, например, вот там из четырех или там из пяти, обычно это где-то штуки четыре, которые абсолютно необходимы, чтобы они попали в одну клетку. И без этого никакого размножения не будет. Как он там доживает, я, честно говоря, вот не очень специалист в таких вопросах, но, вероятно, как-то доживает. Либо они переносятся с очень высокой множественности. Ну, то есть, верионы, они же очень маленькие, поэтому, на самом деле, в нашем представлении, ну, вот если я возьму какую-нибудь пробирку с вирусом, да, это будет очень много вируса. Это будет там типа 10-7, 10-8, 10-9 частиц реально. Поэтому, как бы, большая множество, в принципе, возможно. Плюс, возможно, они как-то дожидаются. Вот, те же частицы, которые не обязательны для того, чтобы вирус заразил, они обычно, ну, как бы не обязательны, но выполняют какую-нибудь важную функцию. Например, там, подавление систем, собственно говоря, подавление систем клетки каких-то. Либо это может быть какой-то транспорт, еще что-то. Вот, примерно так. Здравствуй. Вот, я понял, да, вирусы, это, конечно, круто. И у меня возникнет вопрос. Умрем ли мы все когда-нибудь? Ну, конечно же, мы умрем, но не сразу. И вот мне стало интересно, а вот вирусы, сколько их, как их изучают, есть ли какие-то глобальные эпидемии. И вот, собственно, вопрос. Где копать информацию? Может, предсоветуешь какие-то книги? Может быть, какие-то электронные курсы? Желательно, книги более популярные, чем научные, все-таки обывательские. Ну, если честно, то с книгами, даже с научными, я бы сказал, что про вирусы на самом деле тяжело. Особенно на русском языке. То есть вот на английском, там самый классический учебник – это fields. Он там, ну, fields. И он очень хороший, очень полный, но очень научный. Прям очень научный. То есть там очень… Вот то, что я вам рассказывал мельком, какие-то подробности, например, вот в Росток Эпо, я там рассказал в один слайд, а там это будет, ну, может быть, пара страниц. Ну, или там хотя бы одна. То есть очень много. И он очень научный. Значит, ежели мы говорим про российский «я видел, кажется, один», но я, к сожалению, не помню, как он называется. Ну, там, опять же, совсем классический. Это какие-то там в 70-х годах еще советские, но они уже, мягко говоря, несколько устарели. Значит, если по поводу научно-популярной литературы, ну, наверное, я как бы не очень много ее читаю, поэтому я, возможно, не смогу прям дать какой-то суперобзор. Ну, вот мне, соответственно, очень понравились книги Кунина. Там не совсем, конечно, про вирусы, но там про них много, потому что он в том числе и с них начинал. И вот там можно более-менее хорошо и подробно про что-то такое почитать. Если хочется вот таких вот красивых картинок, то это вот этот вот сайт «Вайралзон». Он прям так и пишется, но там, опять же, там тоже есть такая уже менее подробная, но научная информация и в то же время вот очень красивые картинки, но там тоже все на английском. Поэтому вот, к сожалению, не то чтобы я мог, к сожалению, вам что-то порекомендовать. Я могу дополнить, извините, перебью. Про вирусов очень хорошая книга есть на русском языке. Вернее, она зарубежная, но переведенная на русский уже давным-давно. Это Карл Циммер «Планета вирусов». Это, наверное, самая крутая, очень популярная книга про вирусы, которая взорвет вам мозг просто. Это очень классно. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. А вы не могли бы рассказать, как размножаются вирусы? А. О размножении. Ну, на самом деле, вопрос, конечно, хороший, потому что я его, видимо, затронул так по ходе и совсем не очень понятно. В общем, как бы в чем идея? Я затронул тут кое-где вирусную репликацию, ну, например, вот здесь. Ну, размножение вирусов, оно на самом деле вообще не похоже на размножение эукариот, и прокариот, и клеточных организмов вообще. То есть мы привыкли как? Есть клетка, ее размножение заключается в делении пополам, и все. А у вирусов, как бы им никакая клетка, в общем, ну, как клетка им нужна, но их, то, что можно назвать размножением, вообще как бы на это не похоже. Как оно происходит? Собственно, вот РНК, да, она заражает клетку, ну, или ДНК, без разницы. Дальше проходит некий процесс, когда вирус, собственно, силами клетки синтезирует свои собственные белки, и через какой-то момент их концентрация достигает нужного количества. При этом происходит параллельно синтез. Ну, то есть я вот здесь рисую, да, как будто на матрице одной РНК получается одна, но здесь действительно одна. И что потом на матрице одной двуцепочечной ДНК получается одна молекула РНК. Но так как это все процессы матричные, то надо понимать, что с одной ДНК этих плюс РНК можно считать там очень много. И таким образом получается, что вирус считает очень много этой самой РНК в данном случае, ну, или то, чего у него там в геноме закодировано. И при этом силами клетки синтезирует очень много своих белков. А дальше происходит очень просто. Просто все нужные части собираются, ну, как, не знаю, пазл. Иногда для этого, иногда это происходит очень просто. То есть у простых вирусов, где там один какой-нибудь белок, капсидный и все, то там это вообще вот просто самосборка. То есть для этого клетка не нужна, можно в пробирке собрать. А некоторые вирусы вот более сложные какие-нибудь там, в духе, там вот что-нибудь в духе, ну, хотя бы гриппа, да, то там процессы сборки очень сложные. Но суть примерно одна, что собирается геном один или в случае сегментированного генома несколько геномов, берется, так сказать, все это дело в кучу, запаковывается каким-то макаром в капсид, и он дальше просто из клетки выходит. Там бывают, конечно, варианты там с разрушением клетки, без разрушения клетки. Но в целом таким образом получается из, собственно, там одного или нескольких вирусов, которые клетку заразили, на выходе получается, ну, очень много. Я, честно говоря, затруднюсь сказать, сколько. Ну, там миллионы. Вот, примерно так. Я снова немного перебью. У нас есть еще вопросы из трансляции. Не часто бывает, но рад, что есть. Какие перспективы использования вирусов при генной модификации, и что хорошего мы можем вообще с ними делать? Ну, на самом деле, если так даже сходу говорить, ну, тогда начнем, собственно, про генную модификацию, да, раз про это спросили, то самые лучшие, наверное, кандидаты на какую-то генную модификацию это ретровирусы. Соответственно, всем нам известен, собственно, ВИЧ. Но почему он, на самом деле, такой мерзкий? Потому что он в геном встраивается. И чтобы его выжать из этого генома, ну, нужно приложить недюжие усилия. И сейчас вот появились более-менее какие-то подходы, что-то нарабатывается, но еще пока вот до, наверное, каких-то клинических стадий не дошло. Так вот, ежели он встраивается, то мы, на самом деле, можем на его основе, и, в принципе, так и делается, на его основе делаются какие-то конструкции, которые также будут встраиваться геном, но при этом нести что-то полезное. Ну, то есть вместо белков ВИЧа просто вставляется что-то нужное. Ну, не знаю, правда, что нужно. Ну, если мы говорим о каких-то генно-модифицированных животных, то это могут быть какие-то белки, которые вот нужно им вживить. Ну, вот что-то в таком духе. Но о генной модификации, на самом деле, полезность вирусов, она не ограничивается. Ну, например, бактериофаги можно, в принципе, использовать для лечения. Ну, по крайней мере, пытаются. Я не уверен в, так сказать, успешности этих методов. Но вроде даже лекарства продают, значит, наверное, что-то помогает. Да, то есть, наверное, как-то используется. Вот. Ну, и помимо этого, в принципе, как бы чисто технически можно как бы использовать как такой некий борец с какими-то не очень полезными там животными, ну, типа членистоногих, там, комаров каких-нибудь прочих. То есть, ну, заражать, грубо говоря, их. Они там будут разносить у себя в популяции и таким образом как-то контролировать их численность. Но это такие уже на грани фантазии. Я вот не слышал, чтобы такое применяли. Возможно, можно что-то еще, но вот так, из головы больше что-то я пока ничего придумать не могу. Спасибо. Руки еще. Да, молодому человеку обещала. У нас еще целый час на вопросы, так что раздел спеют. Ну, я говорю, я привык к маленьким форматам, поэтому я недолго рассказывал. Здравствуйте. Если вирусология так хорошо развита, то почему до сих пор не придумали лекарства от СПИДа? Ну, потому что на самом деле… Ну, вопрос, конечно, хороший, почему не придумали. Но на самом деле дело в том, что вирусология – это как бы наука о вирусах. Ну, логично, да? А чтобы как бы ВИЧ-то как-то вывести, это на самом деле не так просто. Он, как я уже говорил, встраивается в геном. И вот если вирусы, которые в геном встраиваются, есть, то вот вирусы, которые что-то из генома вырезают и потом еще и штопают аккуратненько, вот чего-то такого я не слышал. И вполне возможно, что их и нет. А проблема с вирусом иммунодефицита, она именно в том, что мало того, чтобы, собственно, сам вирус заингибировать. То есть там вот вирус, понятное дело, плавает в крови, там его начинают переносить, и это плохо, и с этим можно бороться, собственно, противовирусными препаратами. И они есть, и, собственно, они даже работают. Но вот та встроенность в геном, которая есть, они не лечат, потому что встроенная в геном ДНК, но она как бы мало чем отличается от, собственно, человеческой. Ну, она отличается по последовательности. Но такие инструменты, чтобы таргетно вырезать последовательности из генома, появились только вот в недавнее время с разработкой технологии CRISPR-CAS. CRISPR-CAS. И вот сейчас ведутся над этим активно работая, чтобы как бы научиться вырезать. Это как бы первый пункт, почему не вылечили. А второй пункт заключается в том, что на самом деле вирусы, вот я на лекции упоминал, что они очень быстро мутируют, и это второй пункт, почему с ними тяжело бороться. Потому что если ты используешь лекарство, если ты пытаешься использовать какое-то лекарство, то вирус через какой-то момент к нему адаптируется. Как, собственно, и бактерии, только бактерии на самом деле это делают гораздо медленнее. А вирусы быстрее. И поэтому, на самом деле, лечение ВИЧа, например, оно сопряжено с тем, что больного обычно контролируют на то, какой вирус у него сейчас плавает в крови. И как только у него начинает накапливаться резистентный к лекарствам, ему, вообще говоря, должны были лекарства переключить. И поставить новые. И это вот второй вариант, второе, так сказать, свойство вирусов, которое мешает того, чтобы их, так сказать, просто и быстро лечили. Спасибо большое за лекцию. Еще хотел отметить большое спасибо за прекрасную презентацию. Ну, просто великолепно сделанная. И у меня два вопроса. Первый вопрос такой. Есть ли на Земле организмы, которые не поражаются вирусами? И правильно я понимаю, что наиболее древняя модель вирусов – это та, что поражает археи? Спасибо за вопрос. Я начну со второго, если позволите. В общем, по поводу наиболее древней модели вирусов тут все очень сложно, поскольку вообще непонятно… Ну, во-первых, про эволюцию вирусов и их происхождение можно, опять же, целые лекции читать. Но проблема в том, что споры о том, откуда вообще вирусы возникли, они ведутся до сих пор. И, собственно, таких основных теорий, наверное, где-то штуки три. Соответственно, вот первое – это что вирусы – это некие потомки РНК мира. Ну, соответственно, для этого мы должны принять теорию РНК мира, естественно. Второе – это то, что вирусы – это некие деградировавшие клетки. И третье – это то, что вирусы – это какие-то просто сбежавшие гены, которые научились паковать свой геном в оболочку. И вот уже отсутствие четкого, ясного ответа на этот вопрос, оно как бы делает невозможным ответ на второй вопрос. То есть непонятно, кто там древнее. Ну, если мы принимаем, на самом деле, гипотезу РНК мира, то ответ будет более-менее простой, что не археи, а первым будет вирус, который поражал, собственно, last common ancestor, вот эту самую первую клетку, из которой появились и археи, и бактерии, и эукариоты потом. И тогда, получается, вот тот вирус гипотетический, который ее поражал, был и самым первым. Но, опять же, это все на уровне, вот, ну, как бы на уровне таких фантазий и научно, ну, это, во-первых, будет очень трудно в принципе доказать, но, естественно, сейчас это неизвестно. Так, а первый вопрос. А, да, вот, значит, смотрите, если мы пойдем по вот большим привычным нам группам, то бишь животные, растения, грибы, бактерии и археи, то всех их поражают. То есть есть вирусы для всех, и для грибов, и для растений. Другой вопрос, что, вот как я вам показывал, там, древо жизни, оно сейчас очень по-другому выглядит. И, например, получается, что какие-нибудь там, ну, не знаю, эвгленовые водоросли или там какие-нибудь красные водоросли, это будет вполне себе отдельная веточка, которую можно считать большой группой. И для них вполне, ну, я очень сильной вероятностью могу сказать, что вирусов неизвестно. Но, как любит говорить моя научница, вирусы – это некий такой неуловимый Джо, потому что непонятно, его нет, потому что его нет, или его нет, потому что не искали. Поэтому вот пока для больших групп известно для всех, а вот для, ну, таких хуже исследованных, ну, мало для кого. Спасибо за лекцию. Такой вопрос, ну, точнее, несколько вопросов. Какая из групп вирусов человека сейчас наиболее хорошо исследована? И второй вопрос. Какова роль в развитии вирионов в целом, где частиц? Саранее спасибо. Каких частиц? Где? А, я понял, да. Ну, значит, по поводу того, что наиболее исследовано, ну, я как бы не то чтобы специалист прям по всем областям вирусологии, но так навскидку по количеству статей я думаю, что там первые места будет занимать, наверное, ВИЧ и какой-нибудь полиовирус, скорее всего. Но я могу ошибаться. То есть это не прям точно. Я никаких таких исследований не проводил. Ну, вот я так думаю. Значит, по поводу дефектных интерферирующих частиц. Я же правильно понимаю, что это имел в виду? Значит, дефектно-интерферирующие частицы, ну, для начала надо, наверное, ввести аудиторию, собственно, что это такое более-менее. Дефектно-интерферирующие частицы – это, в общем, такие частицы, которые либо не содержат генома в принципе, либо они содержат, собственно, дефектные геномы, которые не способны к репликации без вируса-помощника. Ну, то есть это обычно какие-то крупные делеции, то есть когда каких-то белков не хватает или важных их кусков, либо каких-то частей, которые прямо необходимы для репликации. Соответственно, какая роль их в формировании вириона? Ну, я не очень могу понять, типа, в чем суть. Вот в формировании инфекции у них роль вполне может быть. Значит, потому что, ну, помимо всего прочего, они, скорее всего, иммунный ответ таки вызывают. Помимо этого, они еще и могут мешать вирусу в процессе инфекции нормальному. Ну, потому что вот как вирус, когда заражает клетку, даже если он ее, например, не убивает напрямую какие-нибудь фаги, то он отнимает у нее ресурсы. Также и дефектно-интерферирующие вирусы отнимают ресурсы, собственно, у основного вируса. Иногда, причем, бывают ситуации, и это довольно часто, когда вирусы, когда у вирусов дефектных интерферирующих частиц гораздо больше, чем у инфекционных вирусов вообще. То есть, типа, ты берешь там образец, а там, например, на один инфекционный вирус приходится, ну, типа штук там 10-50 неинфекционных. И понятное дело, что это все как-то влияет. Ну, от дефектных интерферирующих частиц популяция обычно полезно избавиться. Происходит это при каких-то бутылочных горлышках, то есть, когда популяция сильно срезается. Потому что очевидно, что такой дефектный вирус может размножиться только если есть нормальный, а если всего вирусов мало очень, то шанс того, что дефектный вирус и нормальный вирус поразят одну и ту же клетку, он довольно мал. Поэтому вот при малом количестве происходит избавление популяции от них. При этом бывают случаи, когда дефектные вирусы полезны для популяции вируса целиком. Я, честно говоря, помню только один. Это, по-моему, какие-то вирусы растений, если я не ошибаюсь. И там идея примерно такая, что там механизм толком неизвестен. Если я, опять же, правильно помню, статью читал давненько. Но идея такая, что если заражать вирус чистым вирусом инфекционным, то растение инфицируется то ли хуже, то ли медленнее идет распространение. А дефектный вирус этому как-то помогает. Хотя он формально тоже дефектно-интерферирующий. Я не знаю, как я ответил на вопрос или подразумевал что-то другое. Спасибо вам. Спасибо за реакцию. Я хотел бы спросить, сколько, в принципе, живут вирусы и могут ли они выживать в космосе? Спасибо. Вопрос, конечно, интересный. Я, честно говоря, не знаю, не помню точно, возили ли вирусы в космос. Поэтому прям точно ответить на вопрос я этот не могу. Но я думаю, что какие-то простейшие вирусы вполне могут какое-то время, по крайней мере, там пережить. Не знаю, какое, но, в общем, какое-то, наверное, могут. Значит, теперь по поводу жизни вируса. Тут надо понимать, что у вируса у него нет такой вот жизни, что ли, в нашем понимании. Потому что, во-первых, многие считают, что он не живой в принципе. Во-вторых, вот это время жизни, тут вот как бы надо понять, что такое вирус. Если мы считаем, что это вирусная нуклеиновая кислота, то получается, что, конечно, если вирус заразил, то та же самая нуклеиновая кислота, которую он заразил, в принципе, может как бы выйти потом из клиента, и заразить следующего. И тогда вот вроде как она будет жить. Но тут как бы вот я не знаю, какой этого шанс и как это должно повести. Поэтому вопрос сложный. Ну, вот самые такие примеры, это вот, наверное, двуцепочечная РНК, которую я показывал. Так как они не раздеваются полностью, то там, наверное, возможен шанс, что прямо эта же частица выйдет назад и заразит кого-то еще. Но, опять же, вот сколько она так может путешествовать, никто никогда, я думаю, не мерял. Я могу про вирусы в космосе сказать, что если человек там есть, то вирусы точно там есть. И так как техника наша там тоже есть, даже Марс уже может считать населенным, потому что на нем наверняка есть какие-то вирусы и бактерии. Хотя вот отсюда, кстати, вот вопрос, который я тоже хотел задать. Вот. И ты, собственно, с этого начал, то что вирусы считают вроде как неживыми, но при этом мы о них говорим как о живых. То есть вот где пролегает вот эта грань жизни и, в принципе, как научное сообщество относится к этому вопросу на данный момент. Да, это очень интересный вопрос. На самом деле научное сообщество относится к этому очень по-разному, потому что как бы мы-то все-таки биологи, и у нас есть некая доказательная база. А вопрос вот живой ли вирус или нет, это вопрос скорее философский на самом деле. То есть вот что считать живым, а что им не считать, это как бы немножко не вопрос биологии все-таки. Ну, точнее, вопрос биологии, но вот не только биология им занимается. Имеется в виду то, что те же самые мимивирусы, они имеют достаточно сложный процесс как репликации вплоть до того, что они практически даже, ну, можно сказать, что они практически едят те же самые амебы. То есть это очень прям вот, особенно когда я про них читал, это очень похоже вот на что-то все-таки живое. Хотя, понятное дело, что у них нет никакой-то цели, это очень такая сложная вот структура. То есть разве это является философским вопросом? Ну, если подходить более инструментально, да, то вот обычно какие-то там организации те или иные, они разрабатывают критерии жизни некие. Вот что, если, значит, подходит под эти критерии, то живое вроде как. Соответственно, вот я слышал про критерии от НАСА, к сожалению, я их довольно плохо помню. Но вот они, соответственно, когда начали искать жизнь, они их как-то сформулировали. Вот если мы говорим про те критерии жизни, которые дают в школе, типа там, что должен быть обмен веществ и так далее, то получается, что вирус, в общем-то, не живой, пока, по крайней мере, он вне клетки. Но тут как-то тоже есть некие варианты, потому что мнений очень много. И вот одно из мнений, в частности, это то, что, например, вирус, на самом деле, вирус это не то, вот что я вам все показывал, вот эти вот все замечательные капсиды, это не вирус, ну, это одно из мнений. А на самом деле, вот эти капсиды, это все некие такие споры и инструмент размножения. А истинное, так сказать, лицо вируса это зараженная клетка. И там ее называют иногда там, viral cell, ну, типа, вирусная клетка. И, ну, вот тогда, как бы, получается, что вирус живой. некоторые говорят, что, ну, как, ну, вот, нету вот этих вот там питания, дыхания, обмен веществ, значит, не живой. Некоторые говорят, что это вообще не важно, живой он или нет, но так как вирусы участвуют в переносе генов, например, от того, что мы считаем классически живыми организмами, то, как бы, они должны, по крайней мере, рассматриваться вместе с живыми. И, собственно, ну, как бы изучает наука биология, в общем, поэтому, скорее, наверное, живые. Но на эти вопросы трудно найти единый ответ, и даже среди вирусологов нет консенсуса. Спасибо. Будьте добры, я вот хочу развить вопрос моего соседа по поводу влияния условий среды на вирусы. То есть, насколько пластичные ли это существа, или, наоборот, оптимальные условия для них достаточно узкие. И вот, когда вы показывали картинку с размерами, меня вот что еще так поразило, можно сказать, вирусы меньше, чем самая короткая длина волны излучения нашего светила. Связано ли это как-то? Спасибо. Ну, насчет второго я могу точно сказать, что вот я вообще не физик, и такого, ну, вот никаких таких мнений или исследований на такую тему я даже как-то не слышал никогда о них. Поэтому, к сожалению, ничего я не могу сказать. Хотя, на самом деле, это очень интересный вопрос, так если задуматься. А вот по поводу второго, насколько они пластичные, тут, если честно, зависит от вируса. Ну, то есть, можно рассматривать, понятное дело, физические условия, да, и такие более экологические. Вот, и с физической точки зрения, и с экологической есть очень разные по устойчивости вирусы. обычно при этом, чем вот типа проще, тем более устойчивые. То есть, какие-нибудь вирусы в духе вот просто палочек, обернутых в ДНК, или еще обернутых палочек белков, в которых обернута нуклеинная кислота, либо еще лучше икосайдер, потому что он закрыт как бы со всех сторон, они будут очень устойчивые обычно. Какие-то более сложные вирусы, они, соответственно, и более уязвимы, поскольку там поломка какой-нибудь части ввиду какого-нибудь нагревания или, наоборот, охлаждения экстремального, может, в общем-то, негативно сказаться. А еще менее устойчиво на самом деле вирусы с мембранами, потому что там мембрана нужна, ну, и мембранные белки нужны для проникновения, если, в общем, разрушить у мембранного вируса мембрану, то обычно он таки умрет. Ну, как умрет, он заразить дальше клетку не сможет, в смысле. И это по поводу физических таких воздействий, ну, и химических в том числе, потому что мембрану можно разрушить физически, можно химически. Если по поводу экологических таких характеристик, да, то есть, опять же, разные вирусы с разными по широте кругами хозяев. То есть есть очень широкие, ну, по крайней мере, там вот какие-нибудь арбовирусы, да, например, они очень широко заражают. То есть это и млекопитающие, причем это вот там на картинке у меня был человек, да, но на самом деле это не факт, что человек. То есть это может быть и полевка какая-нибудь пробегающая мимо, это может быть какая-нибудь там лисица, я не знаю, еще что-нибудь в таком духе. И при этом это одновременно комар. И при этом, на самом деле, это как бы тоже комар, скорее всего, не одного вида, а нескольких. в этот же самый момент бывают очень узкие вирусы, которые, например, завязаны на чист конкретный рецептор, который есть только у кого-нибудь одного вида. Если этого рецептора вот больше ни у кого нет, только есть у одного вида, то они только этот вид и будут заражать, и больше никого. То есть тут надо говорить конкретно о каждом виде отдельно. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. И у меня назрел такой вопрос. А сможет ли когда-нибудь человечество в дальнейшем будущем выявить или создать какой-нибудь регенеративный аппарат у вирусов? А что вы понимаете под регенеративным аппаратом? Ну, к примеру, как регенерация тканей клеток. А что им регенерировать? Ну, вот как бы... Им как бы... У них же нет тканей и нет клеток. Что им регенерировать? Отдельные белки? Ну, вот так. К примеру, отдельные белки. Ну, как бы, когда они вне клетки, они не могут, потому что у них, по сути, обмен веществ нет. А когда они в клетке, они, в общем, им это не надо, потому что, ну, как бы у них... Точнее, им с одной стороны это не надо, с другой стороны они это делают, потому что само размножение завязано на том, чтобы насинтезировать много подобных белков, подобных тем, которые у них были в капсиде. Поэтому, в общем, с одной стороны это уже есть, а с другой стороны как бы это невозможно по техническим причинам. Ну, на самом деле, конечно, можно представить себе какие-нибудь инвитросистемы, такие искусственные, чисто, по синтезу белка. И такие делали, собственно, с момента самого начала, когда вирусы изучали. То есть были системы с, например, искусственными рибосомами, где, собственно, есть растворчик там с аминокислотами и так далее. И там, в общем, вирус вполне себе синтезировал свои белки. Ну и там, если это все дело потом, значит, белки как-то выделить, то можно в них запаковать и рынку. Другой вопрос, как бы зачем человеку это надо? Ну, возможно, и надо. Но вот когда будет надо, тогда это используют. А так, ну вот, в общем, как-то так. Есть? А расскажи немного про бактериофаги. Потому что, когда я читал, собственно, Карла Циммера «Планета вирусов», им там очень большая часть книги выделена. И, ну, то есть, проводится ли исследование бактериофагов на данный момент пытается ли с их помощью лечить какие-то бактериальные заболевания, болезни, вызываемые бактериями и прочее? То есть, есть ли какое-то продвижение в изучении бактериофагов? Ну, конечно, их изучают. И, на самом деле, вот про бактериофаги довольно много информации. И это одна из тех причин, почему я их так несколько опустил. С одной стороны. С другой стороны, в самой бактериофаге группа очень широкая тоже. И, ну, понятное дело, что их изучают. Изучают разные группы по всему миру. И вот если мы берем с практической точки зрения, то бишь это изготовление каких-то фагов, которые поражают, ну, соответственно, какие-то бактерии, нам не полезные, то, соответственно, вот в России продаются, насколько я знаю, прям какие-то препараты фаговой терапии. То есть, по сути, это там, ну, грубо говоря, фаги в таблетке. Но я не знаю, в какой форме это. В ампулах, да. Вот. Ну, то есть в ампулах. Вот за рубежом по этому поводу нам очень завидуют. Ну, по крайней мере, как я слышал. То есть говорят, что вот в России, мол, развито, а мы как бы до сих пор отстаем. С другой стороны, опять же, кто-то мне говорил, но тут на уровне вот именно кто-то мне говорил, что каких-то, ну, типа, супер жестких клинических испытаний то ли не было, то ли они как-то там запрятаны по русским журналам, что их очень тяжело найти. Поэтому было бы неплохо как бы это все, ну, вот, ну, не переделать, то, во всяком случае, найти и как-то вот вытащить на свет. Хотя, возможно, они есть. Ну, просто как бы я не, специалист по бактериофагам. Вот. И поэтому не знаю. Соответственно, такие вот их свойства исследуют. Помимо этого, на самом деле, на бактериофагах делают еще много чего. Соответственно, это какие-то системы трансформации делают на их основе. Делают на их основе, ну, исходно там были так называемые фагмиды, когда не было высокопроизводительного секвенирования. Геномы там человека для секвенирования, их запихивали в бактериофаги. И таким образом поддерживали, а потом, соответственно, секвенировали. Также вот очень любопытная технология, этот фаговый дисплей, за который дали Нобелевку в этом году, если я не ошибаюсь. Это, соответственно, методика, которая позволяет направленно отбирать белки и, ну, в первую очередь, белки, наверное, при помощи бактериофагов. Там в детали, чтобы вдаваться, это надо, ну, во-первых, тему хорошо помнить, во-вторых, там очень много молекулярки. Но идея там примерно такая, что там объединяется какой-то белок, который кодируется, и некий фаг. И, значит, если фаг вот этот вот с белком делает какое-то взаимодействие, на которое мы отбираем, то мы по этому взаимодействию можем этот фаг с таким правильным белком отловить и дальше его размножить. Идея примерно в этом. Значит, теперь по поводу, если мы говорим экологического такого изучения и экологической значимости, то тут, на самом деле, в природе существуют, ну, по факту, целые экосистемы, в которых, наверное, кроме бактериофагов и бактерий вообще ничего нет. Ну, либо почти ничего нет. И это, ну, как пример можно привести, например, какое-нибудь морское дно, и там вот вполне себе за счет вот этого вот осадка с более, с менее глубоких слоев моря живут бактерии какие-то на дне, у которых отношения с бактериофагами, ну, в том числе, очень похожи на классические отношения хищник-жертва. То есть, типа, бактерии какое-то время нарастают, когда их становится слишком много, соответственно, они начинают заражаться фагами, фаги активно плодятся, когда они убивают очень много бактерий, то, соответственно, им становится некого особо заражать, и их количество тоже падает. Но когда количество фагов падает, количество бактерий начинает возрастать. И так все равно подвергается воздействием. Ну, а по поводу вот их времени жизни я уже вот отвечал молодому человеку, скажем так. И поэтому вот. По поводу теперь, значит, противовирусных препаратов. Противовирусные препараты бывают, конечно, разные, но в основном делаются они примерно так. Находится какой-нибудь белок, который очень важен для функции вируса. Вируса обычно это, ну, либо полимераза, либо какой-то белок. Ну, там почти все белки, на самом деле, обычно участвуют в репликативном комплексе, но не всегда. И обычно берут либо белки, участвующие, собственно, в репликации вируса, либо белки, которые, например, участвуют в проникновении вируса в клетку. И пытаются каким-то образом вот это все заблокировать. Это, значит, один из вариантов. Ну, вот для полимераза, соответственно, мы можем брать, например, какие-нибудь модифицированные нуклеотиды, которые будут как-нибудь либо просто нарушать синтез вирусной рынке, либо вносить какие-то ошибки. И тогда вирус просто погибнет от того, что слишком много ошибок накопил. Иногда бывает, что вот ингибируют просто функцию, то есть находят какое-то критически важное место в белке и подбирают, ну, например, какой-нибудь там карман в белке и подбирают какое-нибудь вещество, которое вот его забьет, и белок не сможет, ну, как-нибудь там согнуться или разогнуться, то есть совершить конформационную какую-то перестройку, которая необходима для его правильной работы. Соответственно, это нарушит работу вируса, нарушит работу белка, что нарушит размножение вируса и таким образом его подавит. Вот примерно вот в общих чертах это происходит вот так. Давайте, наверное, последний вопрос. Да, есть последний вопрос. А его и нет. Или давай. Вот икосайдер меня волнует. Наверное, ну, более простая форма, да, это шар, вот вытянутый цилиндр, а откуда взялся икосайдер, и там разные другие варианты. Ну, видимо, там завязано как-то на физике белков, но, может быть, есть какие-то причины, почему, ну, то есть вирус лучше размножается или как-то лучше впрыскивает ДНК. Вот есть какой-то смысл? Ну, там, на самом деле, идея примерно такая, что проще собирать. То есть вот икосайдер, как ни странно, собрать, как выясняется, довольно просто. И в этом, по-видимому, основная причина. То есть вот шар сделать правильный, да, это довольно сложно. Тут, на самом деле, просто надо было бы подробнее говорить про устройство икосайдера, но если вот мы сейчас отмотаем, где тут был красивый икосайдер большой, вот если мы посмотрим сейчас на икосайдер, вот этот вот, то будет видно, что вот этими черточками на самом деле обозначены отдельные белки. И получается, что на самом деле он устроен довольно просто, из очень подобных белков. Просто эти белки так устроены, что они при, собственно, некой концентрации самособираются именно в икосайдер. И тут именно в этом дело.